бой который уже непосредственно и так сказать интерес для нас представляет это поединок весовой категории до 54 килограммов рейн культ малакбеков финале против поляка роберта щиба и как же ваша знаете я боксировал 51 54 51 54 57 6 да ты себя много не задерживаться потому что организм рост вот ну вот да и 54 это неизвестный вес я очень много я сориентировался в данном случае на результаты московской олимпиады 57 боксуру до 57 московская они 7 7 4 мандреальская да а потом после московской олимпиады я перешел 60 килограмм уже вот ну нельзя держать себя и поэтому поэтому крепок и здоровый на склон конец и я хочу сказать что дорогие любители бокса это вещь такая сложная над ней относиться очень и очень грамотно кстати между прочим вот пример современного бокса вот современной молодежи сборная команда страны и гоняет вес то есть я гоня там килограмм 6 мои там друзья по сборной 5 4 всех был на лишний вес и все гоняли для того чтобы стать на весы выходить на ринг сборной команде вот он боксирует 71 и там 75 он весит 76 54 боксирует весь вообще весит 55 55 то есть одна тренировкой ты веси вот меня это удивляет этот или современный лад или лень или просто или 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 навредили или наверно так лучше наверно так и так легче удержаться долго время состава сборной команды вот я на самом деле помню историю с геннадием ковалевым которому приходилось там чуть ли не по 8 килограмм сгонять для того чтобы вписаться в вес а вы все десять четыре килограмма а перейти в следующий он не мог потому что в следующем был тищенко олимпийский чемпион уже к этому моменту нет следующем был 57 у нас был дать был тищенко 60 крачу на олимпиаде да да это правда но гена очень много гонял веса ему было очень сложно и вы знаете он боксирует 54 мы с ним одного роста я тоже боксирует 54 и всего вот его историю с гонки то есть я все это знал я ему давал советы ну вот разговаривал как что чего лучше это сделать как лучше подойти но для меня был шок это это наверное ну единственный пример вообще в истории любительского бокса он в 54 сразу перешел 64 килограмма то есть минуя практически два веса ну вот как раз и говорит достаточно так косвенно все-таки но говорит о том сколько на самом деле приходилось гонять достаточно спокойно начинается бой и поляк гораздо более опытен но прямо скажем что никаких особых достижений на любительском ринге у него нет рынку ли малакбекова нет еще и 20 к этому моменту но турнир для него прошел очень неплохо у него был сильный соперник кубинец в первом круге косомайор как он вырвал там победу я думаю что любители бокса смотрели да вот и тут первую ночь программа но здесь еще сложность небольшая оба боксера они правосторонние стойки боксируют это достаточно неудобно то есть нужно будет развязаться нужно нужно посмотреть на соперника и потом стойка у соперника неудобно но я думаю что это дело времени а поскольку малакбеков это боксер несмотря на свою молодость то время это боксер ну большую букву это великий боксер и потом ему уже говорили об этом у него есть такой хорошо точный прием это на встречу слева по корпусу но посмотрим а тем более поляк левша и болезненная штука печень рядом с ударом малакбекова мне кажется что по первым минутам поляк по моему считает для себя задачу на этом турнире уже выполнены ну то есть он не против выиграть финал но по моему сам вот и не очень верят вы знаете я наверное с вами соглашусь потому что вот хотелось бы мне сказать что когда выходишь на арене там ревешь там доказываешь то как же финала а на самом деле на самом деле может быть так оно и есть и поляк думает уже о том как он будет праздновать свою серебряную медаль то есть нет тут у него такой агрессии хотя хотя обратили внимание наверно обманчиво первое впечатление но здесь вот в этом поединке малакбекова нужно разочек встретить очень жестко и обязательно по корпусу и тогда все станет на свои места а почему по корпусу да потому что это удобно я это вижу для малакбекова это удобнее николай хромов российской сборной дает это указание малакбеку сейчас нам видимо повторят тот единственный удар который был защитным судьями в первом раунде может быть это вот первое впечатление но и малакбеку в чем-то обманула потому что он еще больно спокоен да да больно спокоен и инициативы в первом раунде не проявляет ну малакбеку вообще тактика такая выжидательная он боксер такого встречного курса он обычно встречает соперник он сам сам не раскрывается не рискует знаете боксирует очень экономно а нет лишних движений и тут наверное ну когда соперник вот данной ситуации боксер из польши когда он уже измотается и будет нечем бить под устанет тогда наверно малакбекова жмется за дело ну мне кажется что тренеры наверно по моему должны были постараться довести так сказать до малакбекова что нужно что-то и самому делать и не только выжидать как бы отдавая первый ход сопернику иногда это хорошо не во всех ситуациях знаете вот такое обманчивое впечатление да что поляк вроде как бы владеет инициативой вот такой обманчиво то он вроде как бы идет вперед и и старается там нанести удара на самом-то деле на самом деле вот по чутью по пониманию бокса и боксов данной ситуации в этой секунду малакбекова выше он диктует ход этого поединка и и наверно наверно вот боксер из польши уже прочувствовал встречный удар и малакбекова то есть малакбеков боксирует навстречу любое движение поляка он контролирует очков за это только пока не дают вот вот по корпусу наши были чем мы с вами говорили ну это пока очкова сейчас подобьет час день подловит его наверняка очень экономен да не размашится малакбеков экономен дара чересчур экономен то есть для своего возраста для двадцати лет настолько хладнокровен что ноты нет у него эмоции через крайнюю не выплескиваются но стоять минут уже отбоксировали даже пока нет с таким боем наверно наверно пан полик думает а чё бы вы не папа не побороться за первое место ночью один-один наконец-то нет все прочувствовал все сейчас немножко подустанет прочувствовал тут пару моментов мы с вами проглядели зафиксировали пару моментов по корпусу у малакбекова прошло ведь он хорошо бьет на встречу слева по корпусу попадаясь и попадает то это очень болезненно вот мы просмотрели видимо час пыл-то угаснет у пана вот видите по корпусу билдар достаточно тяжелый в чем еще опасность я уже как вы говорю сейчас с позиций может быть более современных бокса тогда все таки вот эта электронная система была несколько в новинку чем опасность особенно в финале перед последним раундом иметь равные очки облегчается задача судьям если вдруг что-то им хочется там сделать преимущество знак показывать самого начала ну да да у них запас у них вместо для маневра останется да вот по корпусу момент ну с другой стороны наверное тогда наши тренеры вряд ли рассматривали поляка как главного конкурента в этом весе ну да не боксером других стран у нас к что молодец убрал кубинцы мы этот бой комментировали там он просто вырвал этот бой к ну буквально там за низкой секунд интересно что сейчас тоже об этом можно говорить поскольку мы озвучиваем эти архивные видеоматериалы спустя 12 лет интересно что олимпийским чемпионом в этой весовой категории станет через год венгер и штанг коуч который вот этот чемпионат мира вообще по моему пропустил но не обязательно пропустил он может быть не даже не знал его не было он нет он может быть даже не стал чемпионом венгрии вы можете состав не может быть но при этом он был чемпионом по корпусу пошел бить чемпионом мира 91 и стал чемпионом мира в 97 а в барселоне в девяносто втором на олимпиаде получил бронзу то есть наверняка я был все-таки первый номер венгерской сборной вот видите по корпусу столбить не все сбивает дыхание потихонечку подсказывают тоже слышно нам как вокруг ринга расположившись наши тренеры не только николай хромов я думаю подсказывает что снизу снизу надо бить надо был к защите немножко разбивает уже несколько точных ударов попал по корпусу но это не обязательно насчитать нам не посчитали но уже начинает тихонечко раздувать 22 33 какой обмен пошел сейчас я думаю что преимущество на стороне молодости должно быть так что поляк опытен да он просто старший по возрасту так старше что опытный да нет нет физическая вот просто готовность по моему подустал немножко молодбеков более свежо естественно что тренеры в курсе счета поэтому подсказывают своему боксеру что он проигрывает один удар еще 30 секунд у него есть вот эти движения они стали как-то более размашистые но при этом менее концентрированы учебы после машет он машет но точно не попадает я хочу сказать что вы знаете я откровенно говоря перед этим боем я думал что молодбеков будет более убедителем честное слово но как тот минус к финальном бою и поляк ты не самого высокого класса на мой взгляд немножко подрочаровал хотя молодбеков стал чемпионом мира это это конечно это это большая награда это раз на всю жизнь но мог боксировать и получше показывают хороший удар с левой в челюсть и затем на уклоне ушел от ответного удара рынку муа в беках сейчас работает советником президента калмыкии по спорту а уролана сыграет еще где-то да ну не премьер-лиги вот тогда ну вот сейчас посмотрим на реакцию поляку он абсолютно спокоен по моему для польши наверное тоже неплохой результат я почему права уранспросил молодец любит но я думал как советник он не займется я думаю ближайшее время чемпион мира